всем доброе утро к сожалению приходится теперь черте города ходить вот в таком виде выгул собаки чуть ли не единственный повод выйти из дома но я не считаю тех людей у которых по долгу их службы или работы надо обслуживать жизнедеятельность города имея дома двух маленьких детей я бы наверное тоже хотел бы полностью минимизировать риски и лишний раз не выходить на улицу но надо гулять собакой это неизбежность и здесь здесь в полной мере проявляется счастье нашего города быть маленьким изолированным и полностью окруженным лесом потому что выйдя практически с любой точки города вы буквально в считанные минуты оказываетесь в лесу а лес это все-таки намного намного меньше зона риска чем жилая среда внутри города и здесь уже можно наконец-то снять эту надоевшую маску и снять намордник собаки друзья хочу буквально пару слов сказать про пожалуй единственную тему последних дней это вообще как как теперь существовать в этих экстремальных карантинных условиях причем сама тема и вот вся ситуация вокруг казалось бы должна нас как никогда собрать консолидировать чтобы мы стали максимально ответственными и сознательными но по нашей древней украинской традиции мы конечно же разделились на разные лагеря разделились на эти лагеря и конечно же нашли повод для споров одна часть жителей сквозь несколько слоев масок причитает что миру все тщетно мы все равно все умрем а вы дураки просто умрете первыми другая часть смеется с них и говорят вы дебилы это все чос это все неправда это все придумано китайскими рептилоидами чтобы установить новый мировой порядок в мире и вот все люди между этими двумя полярностями причем каждый имеет свое мнение и готов это мнение отстаивать в беспощадной битве что лишний раз доказывает что нет более сильного и враждебного чем мы сами друг для друга никакой вирус никакая эпидемия или оружие и рядом не стояли с нашим отношением друг другу мы это уже сотни раз проходили мы все разбираемся футболе в архитектуре с благоустройством в политике в экономике финансах теперь мы все стали специалистами вирусологами и эпидемиологами если честно я тоже не сильно верю в то что вирус этот настолько опасен настолько смертоносен и тот хайп то паника вокруг него это прямо обоснованное но но во первых уже существуют некие правила причем они уже практически международные эти правила уже прописаны законодательно плюс эти правила рекомендованы специалистами в этих сферах и поэтому кто я такой чтобы с этим спорить даже если я полностью или частично с этим не согласен выживание любого цивилизованного общества это беспрекословное выполнение законов и правил и неважно какие они насколько глупыми они вам не кажется только их выполнение это уже это уже половина цивилизованной жизни это первое второе даже если даже если ношение маски мытье рук регулярные не посещение людных мест всего лишь там на 0 0 0 1 десятитысячную минимизирует риск заболеть мне моей семье даже не этим вирусом а чем угодно в условиях когда все больницы переведены в какой-то экстремальный режим когда не хватает ресурсов ни продовольственных не медикаментозных любая примитивная болезнь это это ненужные риски вами вашей семье ненужный гемор так почему бы просто не обезопасить себя таким элементарным как ношение маски в чем вообще упрямство не надеть маску или не ходить не трясти гривой там в маршрутке в полном магазине или просто примитивно помыть руки это ничего не стоит ну и третий момент это просто взаимоуважение в обществе допустим вам глубоко насрать на вашу личную жизнь и ваше личное здоровье допустим у вас нет семьи но вы живете в социуме и жизни в обществе предполагает какие-то постоянные компромиссы чтобы не только твоя жизнь была комфортно но и его это опять же способ выживания в обществе и если окружающим комфортно чтобы вы были в маске и не кашляли им в рожу в магазине то будьте добры это делать уважьте людей которые живут рядом вам повторюсь ничего не стоит одеть маску не лапать все подряд не кашлять друг другу в рожу и просто иногда мыть руки все это это самый примитив на который вы можете пойти за финалью все буквально одним предложением любите своих близких доверяйте только специалистам и уважайте окружающих именно это залог долгой счастливой беспроблемной жизни все пока а вообще как всегда все плохое имеет и долю позитива все эти карантинные мероприятия в условиях домашней изоляции имеет и некий свой кайф задумайтесь когда еще вы могли настолько же свободно посвятить свое время семье своим детям мы живущий вот в современном мире в условиях постоянного временного аврала себе редко это позволяем к тому же сейчас идеальное время для самообразования мы постоянно откладываем на потом кучу дел в кучу того что мы должны сделать или хотели бы сделать но никогда на это не хватает времени сейчас идеально для этого случай к тому же эту тему подхватили многие заведения многие музеи картины и галереи какие-то обсерватории в общем все те которые раньше представляли предоставляли этот уникальный научный образовательный контент но за деньги либо удаленно вам надо было ехать куда-то чтобы посетить этот лувр сейчас же полно ссылок где предлагаются онлайн экскурсии онлайн трансляции возможно не были раньше просто о них вы не знали либо они были платные сейчас идеальное время этим воспользоваться так что я надеюсь что из этой темы мы все выйдем более образованными сознательными и культурными к тому же лично мне вот хватило буквально пару дней такой вынужденной изоляции чтобы начать ценить человеческое общение поэтому рано или поздно это ведь закончится и вот когда это закончится я хочу чтобы мы сохранили это чувство и кайфовали от каждой минуты общения с посторонними людьми все пока